Если два завода будут рядом, не знаю, нам только уезжать. На такую мысль жители Павловска натолкнуло заявление краевых властей о возможном строительстве нового завода по переработке твердых коммунальных отходов. Население категорически против. Жители Павловска в шоке. Мало того, что сам поселок тонет в мусоре с местного полигона, задыхается от опилок с деревообрабатывающего комбината, так планируется еще и завод по переработке ТКО. С мусороперерабатывающим заводом будет не лучше. Также не будет никаких фильтров, ни шумозащиты, ничего. Все будет только на бумаге хорошо. Я больше склонюсь тому, что его, скорее всего, построят. По факту у нас нет конкретной информации о том, что это за проект. То есть встречаются разные формулировки, начиная от завода, заканчивая мусорным полигоном. Не было никаких публичных слушаний, не было встреч с инвесторами, с жителями села. Мы попробовали внести ясность в ситуацию, однако исполняющий обязанности главы Павловского района давать комментарии на камеру не захотел. Но по телефону пояснил следующее. Решение по строительству так не принимай. Будет он построен или нет, я вам сказать не могу, потому что обсуждаются площадки. Ну обсуждение, ну раз площадку-то ищут, уже не обсуждено. Я вам еще говорю, идет, раз площадку ищут, но проблема, если существует такая, значит, мусорная проблема существует. Понятно, что будут идти всегда обсуждения. Где он будет находиться, я вам не знаю. Новый завод по переработке ТКО, уверены жители, будет находиться недалеко от деревообрабатывающего комбината. Вот примерно на этом месте площадку уже начали готовить, ровнять и расчищать. Люди боятся, что с новым заводом по переработке ТКО появится и полигон. Ведь где-то нужно складировать груды мусора, раз Барнаульский уже под завязку, на 98%. На заседании общественной палаты Алтайского края сельским жителям дали понять, что они не зря переживают. Сложившаяся застройка города и пригорода не позволяет размещать объекты очень достаточно близко к городу Барнаулу, основному источнику образования отходов. Поэтому на сегодняшний день в территориальной схеме прописано, что полигоны для размещения отходов и объекта обработки предполагается разместить в границах Первомайского и Павловского районов. Жители Павловска надеются, что власти одумываются и не будут превращать их любимый поселок в мусоросборник. Тем более, что Павловска довольно красивый. Здесь и ленточный бор, и река. Развивай туризм, да развивай. Однако строительство нового завода по переработке мусора может негативно сказаться на развитии туристической отрасли в поселке. Самое обидное, что у нас такая красота. Ленточный бор – это же ценность наша. Почему все в Павловске, деревообрабатывающий комбинат, сейчас еще мусороперерабатывающий завод. Я не понимаю, почему все в Павловске. Получается, что новый полигонный завод по переработке мусора – вопрос времени и определения точного места расположения. Жители Павловска просят надзорные органы проверить законность такого решения. Ведь они не хотят, чтобы их поселок воспринимали исключительно как место переработки и захоронения отходов. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.